Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Поступила в колледж на профессии и поняла, что мне не нравится колледж и профессия, но пошла туда с одноклассницей. Потом я уехала неделю в Крым, когда приехала подруга от меня отдалилась, назвала себе новую подругу, со мной стало меньше общаться. Я не знаю почему, но мне не хочется учиться там, мне не хочется вставать и ехать в это место. Я каждое утро просыпаюсь с тревогой, но чего вдруг не понимал, из-за чего может быть, как избавиться? Спрашивает Александра. Ну, здесь с предметной точки зрения все довольно просто. Вы поступали в колледж не для того, чтобы учиться и осваивать профессию, а поступали в колледж для того, чтобы быть ближе к своей подруге, например. И, соответственно, когда подруга отдалилась, мотивация как бы учиться в колледже вас пропала. Я бы сказал, что это нормально. То есть у вас изначально была мотивация, ну, скажем так, немножко другая, да? То есть изначально вы хотели вот быть подругой, нежели чем учиться, а саму учебу, да? Вот сам предмет деятельности, скажем так, обучающей, вы несколько как бы отодвинули на передний план. Вот. В чем здесь заключается проблема, как мне кажется? В том, что вы не знаете до конца, что хотите делать, вы не знаете до конца, чем хотите заниматься. Вот. И не знаете до конца, как бы, что вам нужно. Вот. То есть кем вы хотите быть. Вот. Вот мне кажется, что одна из основных проблем ваших заключается в этом. И, соответственно, тревога, которую вы чувствуете, связана также с этим. Мотив пропал. Ну, я имею ввиду, мотив, в смысле, двигаться, да? Потому что подруга как бы вот исчезла. Ну, из вашей периферии, так скажем. Подруга исчезла из вашей периферии. А другой мотивации у вас как бы находиться в этом месте нет. И совершенно логично таким образом, что вы не хотите, ну, как бы, туда ходить. Вы не хотите забыть и так далее. Вот. Тревога же, в свою очередь, связана, по большей части, с потерянностью. То есть вы чувствуете себя потерянностью. То есть вы чувствуете себя потерянным. Вот. Ну, что это значит, да? Ну, потерянность. Это значит, что как-то вот самостоятельно, да, куда вам двигаться. Или в каком направлении вам двигаться. Вы не знаете. Вот. Почему? Потому что университет свой вы выбирали опираясь на подругу. Вот. Поймите правильно. Я не говорю, что вы поступали обязательно плохо. Я ни в коем случае не хочу так сказать. Это было бы неверно, а это было бы некорректно. Но просто, возможно, если бы вы думали бы как-то вот не только о том, чтобы быть подруг, но еще и о самой себе. Ситуация была бы лучше, чем она и сейчас. Вот. Потому что в этом случае вы были бы куда более защищены. А так получается, что у вас защиты вот, ну, минимум. Вот. 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 Подруга ушла. И все, мотивация сразу пропала. Вот. Опять же, я не говорю о том, что вы поступаете плохо. Вот. Просто я лишь говорю о том, что по моему мнению, вы слишком сильно ставите в зависимость свою жизнь от подруг. У которой как бы, ну извините, могут быть свои какие-то приоритеты, свои какие-то ценности, свои какие-то желания, свои какие-то задачи и так далее. И да, она может вот переключиться на, в данном случае, на кого-то другого. Вот. К сожалению. А вы, что называется, всех, как бы, карты поставили на неё. Из-за этого, собственно, и страдают. Как мне кажется, по крайней мере. Ну вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Поэтому я бы, наверное, такой бы ответ вам сейчас предложил бы. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своих ценностей, вот. С точки зрения своего опыта, который у меня есть с точки зрения своей практики. И задался бы вопросом, вот, в первую очередь, вопросом каким, в первую очередь. Такой вопрос. Вот такой. Чего я хочу? Я сама чего хочу. Я сама. Кем хочу быть? Я сама. Чего я хочу делать? Мне самой. Чего интересного? Ну вот. Именно вот мне самой, что нравится мне самой, что нужно. Да, как? Я сама. У меня самой. Какие. Приоритеты. Быть может. Цели, задачи. Вот. Понимаете? Вот на это я был. Постарался обратить внимание. А подруга, она может быть так вот получается, что чувствует, что вы от нее вот зависите, может быть, достаточно сильно. И это ей может быть не нравится. В смысле того, ей это может не нравится, что это на нее оказывает давление. Вот. И как бы вот приучает ее к тому, что вы от нее зависите. Ну как бы вот через, ну может быть вот через чур сильно. Естественно, здесь можно говорить о том, чтобы как-то вот учиться, учиться, выстраивать более, может быть, здоровые отношения. Вот. В которых люди, ну, могли бы, ну вот с вами, например, чувствовать себя, ну вот как-то более, ну более собой, скажем так. На этом все. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я думаю, что вам эта работа будет не лишней. Не лишней. Я думаю, вам эта работа будет не лишней. Вот. И, соответственно, обратная связь нужна, в первую очередь, вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Поэтому при ее формировании особое внимание, пожалуйста, обратите на то, что бы вы хотели подкорректировать. Да? То есть, ну, например, если хотите найти, допустим, себя, да, если хотите понять, допустим, для себя, чем вы хотите заниматься. Вот. Ну, к примеру, опять же, к примеру, к примеру, вот, к примеру, это, то это, ну, один, одно направление для психотерапистической работы. Если вы хотите, там, гармонизировать отношения с, допустим, ну, вот, если вы хотите гармонизировать отношения с своей подругой, да, допустим, ну, допустим, опять же, допустим. Это другое направление психотерапевтической работы и так далее. То есть, тут все зависит от вас и от того, что вы считаете, ну, что вы считаете проблемой в целом. Вот. Потому что, ну, как бы, за вас, например, решать мы не будем. Вот. Вот. Психологи в этом смысле не принимают решение, не принимают решение за человека. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. . Продолжение следует...